Всем привет! Сегодня я расскажу про очередное нововведение, которое ввел к Google, в частности в Google Ads. Google Ads похвастался анонсом, что он планирует вводить адаптивные объявления в поиске. Все мы, конечно, думали, как это будет выглядеть. Раньше я думал, что это будет вообще поисковый баннер, аналогично как у Яндекса. Но оказалось, это совсем другое. И я хочу сказать, что это просто поменяет ваш взгляд на рекламу. Это просто. Адаптивные объявления Google Ads – это особый вид объявлений, который генерируется автоматически при помощи определенных алгоритмов. По определенной системе Google решает, какой заголовок лучше релевантен каждому ключевому слову, которое вы закинули в группу, и показывает тот, который считается наиболее ему соответствующим. Гениально! Это облегчает работу создания объявлений. Вы можете создать одно такое объявление в группе, прописать заголовки под каждое ключевое слово, такие, которые будут читабельными. И Google будет показывать комбинации первых и вторых. И также вы можете написать несколько вариантов описаний, которые также будут чередоваться. И именно благодаря тому, что вы просто заполняете все варианты объявлений, заголовков и ключевых слов, система сама решит, что лучше по CTR и будет показывать те комбинации, которые чаще всего спрашивают и лучше всего кликают. Объяснить этот факт действительно невозможно. Так вот, как же настроить Google Ads? В частности, адаптивные объявления в поиске. Все очень просто, поэтому не переключайтесь и посмотрите этот короткий гайд. Он длиной всего лишь в 4 минутки до конца. Итак, для создания адаптивного объявления просто перейдите в вашей кампании, выберите объявление и расширение и нажмите плюс. И добавьте адаптивное объявление в поисковой сети. Нас встречает полный дружелюбный интерфейс и здесь все достаточно предельно просто. Сначала не забываем добавить ссылку, куда будет вести наше объявление. Затем прописываем отображаемый URL, это тот самый ЧПУ, который отображается в объявлении. Затем я бы порекомендовал обратить внимание на такой показатель качества объявления. Как только вы добавите все заголовки, он скажет, насколько ваше объявление получилось хорошим или нет. В качестве количества заголовков у нас уже можно добавлять от 3 до 15. Вы можете их добавлять сколько угодно вниз. Это же касается и описания. Описание можно добавить от 2 до 4. Здесь же прописывается стандартный шаблон отслеживания, который касается всех объявлений. Можно прописать для каждых объявлений отдельный шаблон отслеживания UTM меток. Что я могу сказать про это? По факту нужно учитывать, чтобы заголовки и описания соединялись в любом порядке. Да, в Google теперь ввели АБ-тестинг на уровне программы. Теперь вы просто прописываете заголовки и описания, и система сама решает, какие заголовки лучше. Поэтому, какие советы я бы порекомендовал? В первую очередь нужно учитывать, что заголовки и строки описания могут соединяться в любых комбинациях. Также рекомендуется, чтобы первые три заголовка смотрелись вместе, чтобы это было цельное объявление, которое будет отображаться здесь. Затем нужно составить текст заголовка так, чтобы он был связан по смыслу с ключевыми словами. Система любезно нам подсказывает самые популярные ключевики в этой группе. Также рекомендуется создавать заголовки разной длины. Да, почему? Потому что не может быть все три заголовка длиной по 30 смотреться естественно. Система будет выбирать те, которые будут являться более вариативно-кликабельными. И также рекомендуется делать, создавать заголовки, которые будут отличаться разными друг от друга. Ну что ж, давайте попробуем. И так у меня получилось создать очень качественное объявление по мнению того же гугла. И что мне для этого помогло? По факту нужно добавить побольше заголовков. По факту сколько у меня их получилось, а у меня их получилось... Именно на 12 заголовке я получил рейтинг добавьте больше заголовок, значение отличное. Также он очень сильно ругался относительно длины заголовка, поэтому ниже 15 символов ее все-таки писать заголовки не рекомендую. Используйте обыгрывание ваших ключевых слов. Я взял все ключевые слова и обыграл их с разными эпитетами. Оставив всего лишь несколько необычных заголовков, которые скорее всего будут использоваться во втором и в третьем месте. В то время как первые ключевые заголовки будут у меня скорее всего ранжироваться по первому месту. По поводу описания. Я использовал всего три описания из четырех и этого оказалось достаточным. Единственное требование, когда вы пишете описание, обязательно делайте так, чтобы текст кардинально отличался от тех заголовков, которые вы указали. Иначе он будет ругаться, что у вас очень некачественный текст объявления. Итоговый результат можно всегда посмотреть как на мобилке, так и на десктопе. И по факту, что это за объявление? Это те самые объявления, которые делаются обычной поисковой, но только теперь не нужно проводить АБ-тестинг. Ну, теперь собственно, что я могу сказать? Объявление готово. Мы его можем сохранить и создать таким образом новое. Вот наше адаптивное объявление для этой группы объявлений готово. Его можно посмотреть, как оно работает. Вот здесь можно увидеть все объекты, которые есть. И здесь же можно их редактировать и посмотреть те комбинации, которые сработали. Да, как только статистика пройдет, я поделюсь скриншотами в этой статье и скорее всего в этом видео, что у нас получилось. В завершение могу сказать, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Я такие блиц ролики буду выпускать очень часто. Задавайте вопросы в комментарии, какие у вас получились объявления, какой у вас рейтинг качества вышел. И до новых встреч!